Очень интересно строился нулевой цикл. Весь низ подвала был застелен металлическими плитами, на которые опирались колонны. На колонны, в свою очередь, опирались металлические ригеля. Но сегодня мы не будем уделять внимание особенностям этого каркаса и электроснабжению здания, все полностью идентично зданию Бразильской национальной библиотеки. Так образовался пол того самого главного читального зала библиотеки. Думаете, его заливали бетоном? Если посмотреть снизу из подвала на оштукатуренный потолок, то кажется, что пол первого этажа выполнен по монолитной технологии. А это уже аналогичная решетка на чердачном этаже. Все металлоконструкции унифицированы до однообразия. Оказывается, перекрытие выполнено из обычных кирпичей. И ничего не падало. Видимо, цемент в то время был дефицитом, либо существенно дороже той технологии, которая применена здесь. В современном строительстве такого уже не встретить. Идет монтаж стропильной системы крыши в главном читальном зале. Все вручную. Здание, как мы видим, имеет обычное кирпичное исполнение. А где же дорсецкий мрамор? А это уже монтаж стропильной системы одного из малых боковых куполов. И что мы видим? Наш мрамор сложен с прокладочным материалом, аналогично так складывают железобетонные изделия на любой стройке. Но у нас вроде мрамор это камень. Ему не нужны отдушины для вентиляции. Смотрим дальше. Оказывается, наш мрамор идет на стройку с включениями арматурных деталей. Такое вообще бывает. А тут в мраморе присутствует целая монтажная петля. Мрамор ли это вообще? С виду вроде мрамор, но что не природный, уже отпадают все сомнения. Если бы не было дат и фантомов на фото, можно было бы подумать, что это пеноблоки в начале нулевых годов, когда они стали входить в моду. Но, увы, это мрамор. И причем мрамор однородный по всей толщине изделия, и с включением металлических монтажных элементов. Несмотря на то, что с момента строительства до нашего времени прошло чуть больше ста лет, нигде эта технология больше не применяется, причем даже в элитном строительстве. Поправьте, если не прав. Единственная информация, которая очень скудно проходит по интернет-ресурсам. Что при возведении сталинских домов на Кучинском керамическом заводе в Подмосковье освоена уникальная технология производства отделочных материалов из искусственного камня. Неудивительно, что эта технология ушла в небытие вслед за Сталиным, и были на то причины. Однако, при всем при этом, искусственного мрамора, тем более в масштабах отделки больших зданий, в те времена добыто не было. Причиной, скорее всего, было то, что в технологии все же был секрет, который или не разгадали, или его знали, но не хотели применять в промышленном масштабе. Учитывая то, что от периода мировой промышленной деградации, 1910-1920 год. Г. До строительства сталинских высоток прошло менее 50 лет. Секрет этот наверняка знали. И дело тут было совсем не в уникальности определенных полезных ископаемых, из которых делали стройматериалы. В СССР не было проблем со скудностью недр. Как видно, отлитые детали отделки на месте подогнаны очень хорошо. Но отливали их не по месту строительства. На объекте их просто смонтировали с нужной степенью подгонки, примерно как сейчас это делают с облицовочной плиткой. Никаких уникальных инструментов, забытых в наше время, на строительстве и отделке не использовалось. Обычная стройка, как и в наши дни. Снаружи мраморные блоки устанавливались так, как сейчас декоративный кирпич. Что там использовалось вместо раствора, увы, уже не понять. Мраморные блоки хранились на стройке, как сейчас обычные ЖБИ. Очевидно, влаги они не боялись, либо климат Нью-Йорка им совсем не вредил. Глядя на такое изобилие типа размеров блоков, невольно закрадывается мысль, что все эти блоки были смоделированы проектировщиком. На заводе просто взяли спецификацию блоков и отлили их нужное количество, по каждому типу размеру, с запасом на бой. И при этом не ошиблись с колировкой материала мозаики, не видно ни сейчас, ни на тех исторических фото. Такое вообще бывает. Наверное, бывает. Очень интересно получилось с цветовыми прослойками на мраморных блоках. Как могли такое получить литьем? Скорее всего, смесь перед отливкой не перемешивали. И подавали ее без всякого давления, как, например, углеводородные полимеры, в пресс-формы. При этом технологи обеспечивали подачу формы смесей других цветов. А как могли мрамором отделать свод, как на этом фото? Ничего сложного, своды выкладывали обычным способом, по деревянному каркасу. Только вместо камней использовали мраморные блоки. Где было необходимо, в блоке были заармированы металлические детали. На нижней плоскости блоков уже был отлит рельеф. Поэтому совмещали данные блоки снизу, там, скорее всего, был обеспечен человеческий доступ. Там, где необходимо, эти металлические детали соединяли арматурой, которая больше напоминает длинное сверло. И, по всей видимости, своды так и остались в данном виде. Половые перекрытия следующих этажей на них не опирались. А что же было с финишной отделкой? Ну, как минимум, не менее интересно. Это комната 83 библиотеки до отделки и после. Каким материалом отделаны снизу арочные своды у купола? Это явно не штоф, штукатурные плиты с тканевым наполнителем. И не гипсовые вставки. Это все тот же мрамор. Аналогично в главном читальном зале. Потолочные перекрытия зала выполнены отдельно от стропильной системы. Это видно по высоте оконных проемов и выступах, отверстиях в капитальных стенах. Но как же было сделано потолочное покрытие? Фото, конечно же, нет. Но давайте попробуем восстановить картину из имеющихся. Нижние части колонн 153 комнаты инкрустированы темными панелями в таких же темных рамках. Судя по крошкам на полу, это совсем не дерево, а такой же искусственный камень. Он же применен сверху на обрамлении лестниц, в которых, помимо этого камня, применен чугун. Очевидно, такая же технология отделки применена в книгохранилище. На потолке находится рельефная штукатурка. А штукатурка ли? Аналогично инкрустирована верхняя часть комнаты 340, вот только потолок там выполнен на основе композитной решетки. Именно такая решетка использована в половом перекрытии первого этажа, где для заполнения применена горизонтальная кирпичная кладка. А что же применено здесь в качестве заполнителя? На этом фото видно, что в местах заполнения углов используется некий каркас. Это совсем не временная конструкция из дерева, как кажется на первый взгляд. Такой же каркас был и в комнате 340, но его залили по месту. Никаких блоков заводского изготовления здесь уже не применялось. Зачем такой мощный каркас вообще был нужен? С точки зрения механики, это очень большой вопрос. Но, как и договорились, про электрику сегодня не будем. Как ни странно, нашлось фото, где такая композитная решетка нашлась во всей красе. Напоминает чем-то каркас потолка Армстронг, если бы не год съемки. Для чего нужна такая решетка? Ответ один, она служила Армакаркасом, заливаемому потолку. Возможно, его заливали сверху, место для проникновения рабочих там есть. Фото именно этого места в залитом виде, увы, не нашлось. Зато нашлись другие. Те потолки, что у нас называют лепными, на самом деле заливные, и основой у них служит та самая решетка. Возможно, лепные потолки, это уже чисто русское изобретение, по сплошным деревянным потолкам с дранкой. Настоящие потолки в благородных домах делали в формах, примерно вот в таких. Что же все-таки наливали в эти формы? Что-то попроще в виде гипса или мрамор. Смотрим еще одно фото. Наша композиционная решетка, которая армирует потолок, в центре выходит наружу. При этом она имеет тот же цвет, что и материал заливки. Каким образом это осуществили? Окраску решетки можно отклонить сразу, те строители так топорно не работали. Но если приглядеться, то вокруг каждого прута решетки отлит в форме прямоугольный участок. Могло ли это быть из гипса, алебастра или другого мягкого материала, при всех качках и дрожаниях потолка? Явно нет, и этот материал был жестким, иначе он бы осыпался очень быстро. И мы имеем, что в потолках у нас такой же мрамор. Куда тут нам со своей плиткой и резиновыми потолками? Наверное, некуда. И все же, а откуда брался этот мрамор, и как его так удачно наносили? И главное, а почему его не могут делать сейчас? Ответят на этот вопрос те же фото из той же коллекции, только из мест производства того же мрамора для этого здания библиотеки. Фотограф явно не знал, что литье мрамора вскоре засекретят. На выходе получаем такую вот красоту. Даже в сортире применили такую технологию. Это мраморный завод в Порт-Марисе. Как видим, штамповка мраморных блоков разной формы идет полным ходом. А где же наше Дорсецкое месторождение со знаменитым мрамором? Вопрос, однако. А это уже мраморный завод Лонг-Айсленда. Оборудование по тонкому распилу мрамора. Снова совсем не Дорсецкое месторождение. Это формовочная машина для отливки изделий из мрамора там же. Очень интересно, как же у нее так получалось делать формы под мрамор. Делать формы из песка, как например для литья из металлов, в данном случае явно не подходит. Как мы видим, лицевая сторона блоков любой сложности почти идеальна. Форма в данном случае была явно не из сыпучих материалов. Это установка по полировке мраморной поверхности резиной. Естественно, тут полировали распиленный мраморный кусок. Отливать очень тонкие мраморные блоки, видимо, было нетехнологично, он требовал какое-то время на отвердение. А это та самая пила, на котором толстый мраморный блок пилили на много тонких. Обычная пила по камню, какие существуют и в наше время. А это готовое изделие, доставленное на место строительства. Как видим, вполне причудливой формы, но сделанное не сверхъестественным способом. И уж если из чугуна отливали бы рельефы, скульптуры и прочие изыски, то отлить их из мрамора для мастеров тех лет не составляло явно никакого труда. И что самое интересное, в то время не было никаких синтетических наполнителей, связующих веществ, гелькоутов и прочих изобретений наших лет. Так почему же эта технология забыта за каких-то сто лет? В первую очередь самовары нам известны как устройства, в которых находился отсек для размещения углей или другого топлива. Вверху из таких самоваров выходила труба, через которую самовар раздували сапогом. При необходимости на нее надевали конфорку для размещения заварочного чайника. Все просто и понятно. Вместе с тем имеются и другие конструкции самоваров. На многих старых фото попадаются подобные самовары, которые явно отличаются от классического вида. В аннотациях к фото пишут, что это винные самовары, предназначенные только для хранения алкогольных напитков и даже их подогрева или охлаждения. Но на фото рядом с самоваром находится чашка и сахар, что прямо указывает на отсутствие вина. Кроме того, такой изыск по хранению и изменению температуры вина мог существовать где угодно, только не в России. Для вина там были более практичные места хранения, смотри главное фото. Что же это может быть? Если подобный самовар заправляли водой и ставили в печь подогревать, то на этот счет существовали более рациональные устройства-чайники. Они в огромном изобилии производились вместе с самоварами. И подобные фото совсем не единичные случаи. Хоть и попадаются они совсем нечасто, но найти их возможно. Что-то странное какие-то самовары. Идентифицирующим признаком их работы на древесно-угольном топливе является труба в верхней части и перфорация в нижней части для притока воздуха. Но это наблюдается далеко не везде. Как же все это работало? Следует отметить, что Британская империя с захватом колоний в Индии стала сама импортировать чай на метрополию. Но только там, в лучших традициях Англии, чай употребляли не как в России. Его употребляли сдержанно, в отличие от нас, когда объем самоваров измерялся ведрами. Другими словами, брали качеством, а не количеством. Ну и, соответственно, в Англии самовары получили меньшее распространение. В основном кипячение воды там делалось при помощи бульоток специальных чайников на подставках со спиртовыми горелками снизу. Подобные изделия сохранились у любителей старины и по сей день. Упс, снова наблюдаем какой-то нонсенс. Топливный отсек вроде как есть, но что в нем могло гореть, чтобы вода закипела, непонятно. Тем не менее, это самовары девятнадцатого века. Не совсем распространенный экземпляр, но на электронных торговых площадках встретить можно. Как они были устроены? Оказалось, все просто. В наборе одного из этих столовых предметов можно заметить один аксессуар, в простонародии называемый гирей. В одном из источников, по истории самоваров, есть немного информации на этот счет. Это все, конечно, хорошо, но как же тогда работали наши самовары? Ответ на этот вопрос может дать та самая станковая живопись. Таких картин в сети есть великое множество. Действительно, это очень удобный способ расположения самовара. Если печь имеет специально приспособленную вытяжку, то самовар можно ставить прямо в доме, ну и растапливать его как положено. Но, как ни странно, подобные технические элементы были на печах в домах всех сословий, даже в царских дворцах. Сохранилось это не везде из-за массового сноса печей, но материалов имеется достаточно. Очень многие старинные печи имеют на фасадной стороне странные отверстия с крышками, которые знающие печных дел мастера называют самоварниками. Эти отверстия отличаются от ТН душников, которые служат для забора воздуха из подвалов и после конвекционного подогрева выдачу их в комнаты. Душники, как правило, находятся сбоку печей и имеют большие размеры, чем самоварники. Кладка печей в то время считалась целой наукой.